С участием этого актера началась история российских сериалов, а вся его фильмография насчитывает около ста работ в кино, одна из которых в голливудском блокбастере с Брюсом Уиллисом. Заслуженный артист России и самый известный садовник Российской Федерации. Сегодня в компании Дмитрия Нестерова в хорошем утре завтракает Сергей Колесников. Доброе утро, говорю вам я, Дмитрий Нестеров, и объявляю программу «Хороший завтрак» открытой. Сегодня мой гость – заслуженный артист России Сергей Колесников. Добрый. Добрый день, Дмитрий. Доброе утро. Доброе утро. С чего начинается ваше утро? Кроме чашечки кофе? Я, наверное, буду непопулярен, и, может быть, это будет нехорошо, но я предпочитаю не врать. Значит, утром у меня это кофе, две чашки кофе, очень крепкого. А как же давление-то? Давление таблетками лечится. Это вечером уже. Утром кофе, вечером таблетки. Но кофе никто не отменял, пусть будет давление. Зато честно. И да, и несколько сигарет. Мне не хочется что-нибудь придумывать или выдумывать, что я ем какое-нибудь проросшее пшено. Ну как, человек, который ведет передачу, вот так, удачу. Сколько вы посвятили времени-то выращиванию зерна правильному? Очень много, да. Кофе, сигарета. Ну, наверное, уже надо что-то еще женщина с утра. Нет, утром я предпочитаю. Мне очень нравится одному проводить утро. Просто вам нужно какое-то время передохнуть? Ну, мне нравится утро, потому что утро еще все так тихо, все впереди целый день. Главное, чтобы я не люблю торопиться вот утром. А это вам помогло в жизни? Вот то, что вот такая степенность, спокойствие? Да, конечно. Конечно. Вот в вашей биографии был, я не поверил, неужели вы хотели отказаться от съемок в культовом блокбастере «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом в главной роли? Да. В пользу каких-то елок. Ну, образно говоря, елок, да. У меня были какие-то там дела, и фазенда снималась, и какие-то были еще там какие-то репетиции, в общем, как-то да. А вы правда не смотрели этот знаменитый фильм? Я правда не смотрел. Тут меня выручил Ваня, мой сын, актер, который сказал, пап, ты что? И вы бы отказались, вы бы сказали, так я не пойду? Ну, я так, в общем, если бы я, конечно, знал английский, я бы играл там вторую главную роль, если бы я знал язык. Но вы довольны все равно своей? Ну, конечно, это интересно, это такой опыт незабываемый. Но селфи-то вы сделали с Брюсом Уиллисом? Да, у меня есть, да, конечно. Не селфи, конечно, но так. Просто немножко на другой планете побывать, я не могу, не хочу сказать там лучше или там хуже, но это просто все другое. За этим наблюдать очень интересно и в этом находиться очень, очень интересно. А как отразилось это на вашей карьере? Да никак. Как? Ну, так никак. Вот вы любите все красивое, вы любите создавать красоту. И 6 лет вы создавали этот идеальный сад, идеальные даже туалеты какие-то космические. Да, да, да. А вам удалось подобрать какой-то идеальный комплект растений для сада? Вам задавали такой опрос? Вот что вы посоветуете для нового сада? Ничего я не посоветую, потому что у меня ничего в саду нету. В моем саду нет. Как это нет? Ну так, ну нет ничего. Ничего? Ну ничего. Это ж сапожник без сапог. Именно. И нет ничего в саду, есть то, что осталось от прежних хозяев, мы купили недостроенный дом. Ну там кусты черной смородины. Ну хотя бы красить, гордензию посадить. Нет, ну Маша цветы посадила, цветы посадила, это да. А вы там бываете? Конечно. Это под Тарусой, да, правильно? Да, под Сербховом. Это и есть Тарусой. Это и есть Тарусой. Я, значит, варю самогон. Делаю самогон. А это законно? Конечно. Иначе бы я не говорю тут. Ну-ка, ну-ка, из чего? Иначе бы я тут... Из чего вы... Самогоны, известно, варятся из чего угодно. А вы из чего? Ну вот идут яблоки сейчас из яблок. Делаю яблочную брагу. Там какие-то сливы. А проблем-то не возникает с брагами, самогонами? А откуда? Какие проблемы? Ну, ее же так много. Когда много, значит, можно позволить себе. Ну вот как раз, когда много, ты абсолютно спокоен. А не было соблазна? Вот когда у тебя нет ничего, у тебя последние, вот тут уже нервы. Совсем, ты абсолютно спокоен. А соблазны? Вот испытания медными трубами. Кто-то вразнос идет по кабакам, кто-то там по девочкам. Были ли у вас какие-то вот... Естественно, все мы проходим через эти испытания. Я так этого не люблю всего. Испытания не любить? Вот этого всего. Девочек или кабаки? Кабаки, вот это все. Это вам повезло. Я стараюсь обычно об этом никому не говорить, потому что я тоже это люблю. Мне кажется, как-то неудобно. Да нет, нет, ну что вы, нет. Потом, там вот в Тарусе, если мы, там своя компания. Она такая и полумосковская, но во всяком случае там много людей, с которыми мы в Москве не пересекаемся, а там пересекаемся. Я так понимаю, что вы один из тех редких людей, которые ходят в гости. Да. Это же вообще редкость. Все же теперь собираются за чашкой кофе где-то на нейтральной, так сказать, территории. Там, например, в Тарусе проходит фестиваль Рихтера международный. Да, я слышал. И люди считают за честь вообще приехать туда, там, где жил Рихтер, и поучаствовать в этом фестивале. Музыканты, певцы, поэты, я не знаю, там, Беллахатна Ахмадульна, с которой я был знаком, там жила. Борис Асавчук скоро там живет, снимает. Марина Цветаева там была некоторое время. Заболоцкий там, Тарусы. Это только маленькая талика тех, кто там жил и творил. У нас даже становится очередь из тех, кто живет в Тарусе, после концерта принять, значит, эту группу артистов или музыкантов и сделать прием у себя. Званы мужа, получается. На лужайке дома, да, на лужайке дома. Кто готовит? Мы делаем плов. Ну, наверное, кто делает плов лучше мужчины? Нет, наша подруга Татьяна, она там живет, она Маше помогает, они вместе работают в мастерской. И она очень хорошо делает плов, очень. Первый раз слышал, что женщина делала плов обычно же. Я был уверен, что скажете, я делаю плов. Нет, 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 я не смогу. А готовить вы любите? Нет, но мне очень хорошо готовит жена, она просто фантастически готовит. Она киношок, Гошу Куценко приезжал. Да. У него есть своя группа ГК, и у него теперь есть популярный музыкальный проект Гошу Куценко и группа ГК, где он поет собственные песни, гастролирует как популярный артист. А вы не хотите? Это сейчас модно стало. Ну, это очень сложно. Еще когда я служил в художественном театре, мы там пытались сделать вот что-то такое, ансамбль этих играющих актеров на инструментах. Да, да, да. Там был Игорь Верник. Каждый свою популярность туда добавит, а Верника, Чавчакой. Да, там был Игорь Верник, тогда совсем, ну, молодой. На чем он играл? На гитаре Костя Чапурина, Володя Стержаков. Он на аккордеоне замечательно играет. И я, еще пару актеров. И это было очень хорошо. Но мы хотели это сделать постоянно, но театр не пошел на это. А почему? Как они объясняют? Не знаю, они это нет. Не хотим, все равно не надо. На фестиваль театра и кино «Амурская осень» вы играли в спектакле «Скандал». А приходилось ли быть участником реальных скандалов на гастролях? Например, на том же фестивале «Амурская осень». Там Балуев бил витрины, стульями. Актеры целовались в лифте под прицелом видеокамер. Если я как-то выхожу из нормы, ну, как-то перебираю, то я всеми правдами или неправдами должен тихо добраться до дома. Итак, пять ответов Сергея Колесникова. Блиц. Отвечайте на вопросы кратко, не задумываясь. И ясно. Квартира или дача? Дача. Помните ли вы зло? Нет. Точно? Ну, кратко и ясно. Победа, которой вы гордитесь? Это семья. Браво. Ложь во благо или горькая правда? Ложь во благо. В чем ваше счастье? В семье. Это был Сергей Колесников. Заслуженный артист, счастливый человек. А я, Дмитрий Нестеров, прощаюсь с вами и говорю вам до свидания. Хороший завтрак считается завершенным. Спасибо вам огромное. Спасибо. И доброго дня. Спасибо.